Здравствуйте! Зовут меня Тамара Викторовна и сегодня мы с вами пройдем задачи на составление уравнений. На самом деле таких задач почти не встречается в ЕГЭ и очень мало в ОГЭ но тем не менее они есть. Сегодня мы рассмотрим с вами две задачи. Задача номер один. Среди 210 тысяч жителей города одна шестая не интересуется и никогда не смотрит его по телевизору. А остальные являются футбольными болельщиками. Среди футбольных болельщиков пять седьмых смотрела по телевизору финальный матч чемпионата Европы. Сколько жителей города не посмотрела этот матч? Значит, для того, чтобы решить такую задачу нам необходимо расписать. Пусть это будет общее количество. У нас есть не интересуются и не смотрели. А все остальные футбольные болельщики. Итак, первое не интересуются не смотрели потому что не являются болельщиками. А дальше футбольные болельщики. этих одна шестая а вот этих от единицы отнимаем одну шестую получаем пять шестых. Далее опять начинаем рассуждать. Среди наших футбольных болельщиков часть смотрели футбольный матч а часть не смотрели футбольный матч. Мы видим что у нас пять седьмых смотрел. Тогда от единицы отнимаем пять седьмых получаем две седьмых не смотрел. Что нас интересует? Нас интересуют те жители города которые не посмотрели этот матч. Не посмотрели. Прежде всего это одна шестая и затем по вот этой веточке тоже те которые не посмотрели. Итак одна шестая прибавляем пять шестых умноженное на две седьмых. Ну дальше уже все легко. Приводим к одинаковому знаменателю и получаем семь сорок вторых прибавляем десять сорок вторых и того семнадцать сорок вторых. То есть семнадцать сорок вторых никогда не смотрели этот матч. Семнадцать сорок вторых это часть. Для того чтобы узнать сколько это жителей города мы двести десять тысяч умножаем на семнадцать сорок вторых и получаем восемьдесят пять тысяч. Восемьдесят пять тысяч жителей города никогда не смотрели этот матч. Задача номер два. Перед представлением цирки для продажи было заготовлено некоторое количество воздушных шариков. Перед началом представления было продано три восьмых всех воздушных шариков. А в антракте еще пятнадцать штук. После этого осталось четверть всех шариков. Сколько шариков было первоначально? Итак, давайте мы с вами начнем рассуждать. Мы не знаем сколько было шариков. пусть всего их будет х. Поскольку мы продали три восьмых всех шариков, то мы напишем продали три восьмых от первоначального количества. Дальше. Второй раз продали пятнадцать штук. Вот теперь мы попытаемся посмотреть, что же останется. Останется четверть, то есть одна четвертая от общего количества, от всех шариков. У нас все готово для того, чтобы составить уравнение. Итак, от общего количества продали три восьмых х и еще продали пятнадцать штук и получили одну четвертую х. С хами такое уравнение решается, что с хами в одну сторону, без х в другую. х минус три восьмых х и минус одна четвертая х равняется пятнадцати. Приводим к общему знаменателю, домножаем соответственно на восемь первое число и на два третье число и получаем три восьмых х. Получаем равное пятнадцати. Итак, отсюда х равен пятнадцать делим на три восьмых. Вы уже прекрасно умеете делить такие дроби и результат получается сорок. Итого всего было сорок шарик. Продолжение следует...